Сегодня мы с вами разберём самого главного врага, основного и центрального, основу всего. И в принципе это корень, из чего всё остальное произрастает. Русский его называют таким словом, который я не очень люблю, просто из-за его ассоциации с другими переводами на русский язык. Его называют тут гордыня. На нашем языке это гаава. По-видимому, это высокомерие человека. Если кому-то яснее слово гордыня, то пусть будет гордыня. Кому-то больше высокомерия, пусть будет высокомерие. Так или иначе, это что-то, что сетит там внутри души человека. И шепчет ему, я, я. И не просто я. Я кто-то, я что-то. Я это не просто так. Это я. Что такое гордыня? Давайте обратимся сразу к тому, что говорит нам Рамхан. И попробуем понять вначале маленькое вступление. В общем, гордыня заключается в том, что человек предаёт себе первоочередную важность. Ага. Что человек, он. Махшива цмо бацмо. Убалевав. Он, оказывается, он себя ценит. Он чувствует себя человеком, называется, значимым. Человеком достойным. На уровне. Не просто так. Это человек, который стоит, с ним стоит считаться. Он, по-видимому, в чём-то очень, очень, очень достойный, обладает очень большими достоинствами. Может быть, ещё не все сразу разглядели. Но там внутри человека они очень ясны. Очерчены. Очень ясны. Я и такой, и сякой. То есть, человек предаёт себе первоочередную важность. И вот тут давайте сразу же посмотрим в корень этого. А что-то в этом плохого? На первый взгляд. Меня так творец сотворил. Вы видели, чтобы кто-то из нас рождался без ощущения своего я? Без гордыни? Без усыгомерия? Нет. Все, как один, мы рождены с ощущением своего я. Более того, если дальше мы увидим, многие плохие качества человека, как-то можно с ними бороться. Можно как-то их унять, примять. А вот эта гордыня, она где-то всё время будет выходить, куда-то выпирать будет. Где-то, где-то она выйдет. Обязательно. Может, казалось бы, человек не может без ощущения своего я? А, это его база, это его основа. Казалось бы, всё очень... Так творец нас сотворил. Кто приходит с претензией? Но вот дальше мы увидим, сам творец пишет о том, что он не любит, мягко говоря, не любит людей высокомерных, людей гордливых. С ними, фуя, нехорошо с ними быть рядом. Тяжело просто рядом быть, находиться с высокомерным человеком. Конечно, он может жаловаться, что это меня так сотворили, я такой. Но давайте посмотрим, что в корне этого, что плохо в этом. Что плохого в этом? Человек изначально сотворён, чтобы, придя в этот мир, достичь цели своего сотворения. Человека сотворили для какой-то цели. Для чего-то. Одной составляющей этого, это осознание себя как творения и вознесение Творца. Восхваление Творца. Видение о том, что всё исходит из него. Развитие в себе любви и страха перед ним. Как мы уже разбирали тут в этой книге неоднократно. Для этой цели он пришёл в этот мир. Для этого Творец его сотворил и дал ему качество под названием гордыня. Для того, что он взял её и использовал её для самого высокого и самого необходимого, что есть. Для осознания и понимания о том, что в мире есть только одна единственная сила. Одна единственная Творец. И только этому надо поклоняться. Этого надо воспринимать и принимать. И этому надо возносить. Что человек делает вместо этого? Кого он возносит? Себе? Я только что-то стою. В принципе, Бог-Бог, но я тоже разбираюсь. Иногда человек прямо так и говорит. Да, ну смотрите, Тара говорит так, но я говорю... У меня тоже своё мнение. Говорят, мудрецы, Тара и так. Всё, они мудрецы. Я тоже не понимаю, разбираюсь что-то. У меня тоже своё мнение. Человек, он видит себя, может быть, и не Богом самим, но, по крайней мере, рядом с ним. Самое удивительное, что таким он и должен быть. Замысел Творца именно в этом состоит, чтобы... Но как? Чем человек будет видеть себя ниже, тем он окажется после того, как около Творца повыше. Но если он тут, в этом мире, он будет себя возносить повыше, то там, в том, где ему надо быть около Творца повыше, он оказывается где? На самом низу. Всё работает с точностью наоборот. Принцип, как творит, устроил мир. То есть, получается, что то качество под названием гордыня даётся человеку как испытание. Но, в принципе, это как, знаете, Архимедов Рыча. Посредством него мы можем подняться наверх. Чем себя меньше принизим, чем себя больше принизим, тем больше мы окажемся наверху и ближе к Творцу. Но человеку не терпится. И в этом первородный грех, и в этом прообраз всех грехов в этом мире. Ему не терпится, он хочет всё сразу. Жена хочет и мужа исправить сразу. Мир хотим на Ближнем Востоке сейчас. Шоколадку? На, сейчас. Не завтра, не хочу. Всё хочет, кто хочет сейчас. Нет времени ждать. Поэтому он и хочет быть Богом когда? Сейчас я не буду ждать, пока я буду там. Я буду, я хочу быть уже кем-то, чем-то. Я уже тут, в этом мире хочу быть. Сейчас. А, нет, это конкуренция, она вещь полезная. И двигает прогресс, но только не в одном месте. Мы не конкурируем с Творцом. В самом основном, в ощущении самого Творца и человека. Тут нет конкуренции. Человек должен знать, где он и что он. И как-то занять своё место. Поэтому уже по сути своей, а гава, высокомерие, гордыня человека, это одно из самых порицательных качеств, которые есть в человеке. После того, как мы поняли о том, что если человек сильно дойдёт, иди знай, Богом захочет садь. Уже легче понять, почему, когда мудрецы разбираются в человеческие качества, они выделяют понятие гава, высокомерие, как корень, практически корень всего. Говорит Рабислав Миссалан, что есть два корня. Есть таавава и гава. Есть вожделение человека. То есть, всё, что связано с телом, плохое, что есть. Корень этого называется таава. Это, в принципе, жизненная сила, которая сама в себе положительна. Только человек использует её для зла. И есть гава. Это уже часть духовная. Она тоже положительна. Она тоже дано человеку для положительной цели. Только снова человек приходит и её использует для себя. Использует как отдельно от Творца. Как будто тот факт, что есть у человека гава. Это же ведь самый... То, что сейчас мы говорим, это вещь фундаментальная в понимании первородного греха. Человек увидел себя как отдельно от Творца, как отдельную личность, как отдельное существование. Как будто я сам по себе, я кто-то, я отдельный остров, это отдельное государство. Сам по себе. Это гава. Гава – вещь очень-очень высокая. Творец дал её для хорошей цели человеку. Раз! Использовал снова её для себя. Из этой гавы исходит практически всё. Есть мнение мудрецов, даже что и таава, то есть вожделение человека, даже самое такое простое. Ум, съел что-нибудь. Она тоже по той причине, что там внутри, в голове, а гава, высокомерие, гордыня позволяет это. Такому человеку, как я, полагается, шоколадка. А что? Я могу есть. Я человек очень достойный. Я могу есть, как я хочу. То есть он будет есть руками и сразу-то сказать, как... Знаете, есть такие, которые в рот, как пеликаны завел. И при этом построит теорию, почему ему можно. При этом всё нормально. Ему это можно. Тоже исходит откуда из качества гава. То... Значит, качество это нехорошее. Оно порицаемое. Нужно от него подальше. Но только прежде, чем поймём, как от него подальше, ну, давайте посмотрим ещё больше определения, определения, что это означает. Снова возвращаемся к тексту. Говорит Рамхаль так. В общем, гордыня заключается в том, что человек предаёт себе первоочередную важность. Видите, они тут в скобках поставили, это как бы, это не дословный перевод, о том, что он видит себя сам по себе. В отдельности от Творца. У него даже есть первоочерёдная важность. И кажется ему, что он достоин восхваления. Кажется ему, что он достоин восхваления. То есть, все должны, в принципе, им как бы восхищаться. Однако, поводы к этому различны и многочисленны. Обратите внимание, тут тоже очень важный намёк. Очень важный намёк, который делает нам Рамхаль. Он говорит о том, что гава, гава, вот это качество высокомерия, оно должно на что-то одеваться. За что-то зацепиться. Оно, конечно же, существует у нас сама по себе. Но надо ей за что-то, на что-то оперяться. На что? У каждого из нас есть какой-то то ли талант. Ну, что-то, что нету в других. На это он и опирается. И тогда. Вот сейчас посмотрим, что говорит Амрам Хааль. Однако, поводы к этому различны и многочисленны. Ведь есть люди, считающие себя наделёнными разумом, больше других. Есть люди, которые с рождения, они очень способны. Они один раз прочтут, запомнили. Один раз услышали. Им не надо снова сидеть и что-то учить. Они всё уже знают. Человек способный, наделён разум. Теперь у него внутри. Иди, знай. Тут же начнёт у всех остальных смотреть сверху вниз. Он умный. А у всех остальных глупцы. Есть такие, есть, которые, может, не умные, но некрасивые. Иногда, знаете, человек подойдёт к зеркалу. Особенно, если он помоложе. Начнёт тебя рассматривать. Но я не говорю. 14-15-16 лета. Это надо просто от зеркала нельзя оторваться. Человек смотрит, смотрит. Девушка там и так смотрит, и так смотрит, и так смотрит. Как угодно смотрит. Парень, в основном, свои прыщи и бицепсы рассматривает. И тоже красивый. Нормально. Проверяется, если пацан раз выглядит. Каждый раз проверяет, если он выглядит, как мужчина или не выглядит. Красив. Красив. Поэтому и гордость, такая внутренняя ощущение такое, что он красивый. А есть, которые считают себя почтенными. То есть, почтенный. Что такое почтенный? Ныхбан. То есть, человек очень уважаемый. Очень уважаемый. То есть, все должны. Он зашёл, и все должны встать. То есть, он зашёл. Если уже не встали, то обратите внимание, что он зашёл. Человек. И кто ещё есть? Великий. Человек большой. Что это означает? Что такое великий человек? То есть, есть достойный. Но он может при этом быть и дворник. Или не в обиду дворникам. Или не в обиду этим людям. Я не знаю, как из них. Но есть, которые считают себя великими. Да. Великий человек. Зашёл. Я не Наполеон. Но я приблизительно как... То есть, я добился. Я что-то знаю. Есть один, который... Я знаю. Равштейн, он даже зашёл один лётчик. И сразу сказал. Я лётчик. Ну, что Равштейн сказал. А, Балагулы. Этот, как его... Извозчик в небе. Он сразу вдруг понял. О чём речь идёт. Как-то сразу всё стало на свои места. Ну, изначально. Я лётчик. Не просто боевой элит. Просто великий. Футболист. Иногда люди, которые приходят, говорят. Я такой-то. И смотрят. Теперь вся проблема, что эти религиозные, они не смотрят телевизоры и остальные телесамы с информацией. Ихняя фамилия, по-видимому, она мелькает. И все должны знать. Они говорят. Я однажды ездил в самолёте. У меня кто-то сидел. И он представился. Я совершенно не знал, с кем я имею дело. Человек был просто... Он не хотел после этого смотреть на него. Да. То есть, это не... Я неуважительно к нему относился. Он был великий. А я не знал. Теперь. А есть, кто считает себя мудрыми? Кто такой мудрый? Мудрый – это человек, который обладает многочисленными знаниями. Человек, который уже такой, знаете... Умудрённый опытом жизни. Может, совет дать. Если вас не спросите. Он может уже направо и налево рассказать, как нужно. Так, как вся. Всё, что мы перечислили, общая основа такова. Как только человек подумает, что есть у него какое-либо достоинство, относящееся к этому миру. Он тут же подвергается опасности скатиться в пропасть гордыни. Гордыня, она на какое-то качество. То ли, как мы перечислили, то ли красоты, то ли разума, то ли мудрости, то ли величия, почтенности. Она на это надевается. И на этом скотчет. И тогда человек, кто чувствует себя. Один человек чувствует самым красивым. Все остальные просто уродили. Другой умнее. Четвёртый сильнее. Это как бы причина гавы. Гава в искомерии, оно что-то опирается. На что-то опирается. Но после того, как человек решит в своём сердце, что он важен и достоин восхвалений. Следствие этой мысли, следствие этой мысли не будет единственным. Человек думает о том, что, ну хорошо, я такой, необыкновенный. Ну и что, как результат? Результат не один, их много. Множество различных следствий выйдет отсюда. И даже, как будто противоречащих друг другу. Хотя и происходящие с одной причиной. И теперь, сейчас мы займём чуть-чуть времени, разбором. Несколько прототипов, которые приводят нам Рамхан. Один за другим. И мы просто прочтём этот текст. И поймём. И не знаю, может и поищем этих прототипов у нас самих. Где мы находимся. Хотя я должен заметить о том, что в наше время, в наше время, вот это качество высокомерия, оно как-то поутихло. Вообще люди, люди как-то поутихли, поутихли. Не так это сильно проявляется. Сейчас мы прочтём. И вполне возможно, что вы не встречали таких людей перед собой. В явной форме. Но кто постарше, ещё встречал. Ещё встречал. И вообще это больше наблюдается, это качество проявляется, когда человек постарше. Хотя и когда помладше. Что вы знали? Оно всё вертится вокруг этого. Маленький ребёнок плачет. Ему тут не додали. Вы тут не обидели. Ещё туда. Обида. Причина обиды. Тоже высокомерие человек. Человек разозлился. Тоже высокомерие человек. Когда она, мои 13, 14, 15 лет, готова убить другого. Да, один подошёл к другому. Эй. Потом, да, ты против. Тот же ему раз по морде. И не знаешь, что кинджала. Почему? Гордость. Задел гордость. Или там что-то сказал плохое про мою маму. Или ещё что-нибудь. Или за Родину что-то не то сказал. Или национально задел. Убью. Что срабатывает? Ему не важно ни Родина, ни национальность, ни мама. А что ему важность? Я показал. То есть, всё это есть. Но когда человек взрослеет, это больше в форме, в такой, которую сейчас мы будем перенесать, и оно проявляется. Итак, что там есть? Есть разные типы гордецов. Говорит Рамхаль так. Найдётся гордец, который подумает, что поскольку он достоин восхвалений, что он особенный и отмечен добродетелями, то ему следует и вести себя по-особенному. С великим достоинством. То есть, это должно как-то проявиться. Мы не можем просто так ходить, как все, сидеть, как все, и лежать, как все. Он особенный. Он же другой. Поэтому это проявится при ходьбе, сидя, стоя, говоря, и во всем прочих действиях. То есть, ходить он будет только с великой степенностью. Я не знаю, вы видели, я лично видел людей, которые ходят степенно. Что значит степенно? Они, знаете, так ходят очень размеренно. Очень размеренно. Очень, знаете, такие шаги делают. Уверенные. И, как тут сказано, приставляя большой палец ноги к пятке. Походка. Особенно. Ну, кто не видел, не видел. Кто видел, знает, о чем речь идет. Когда они сидят? Сидеть только откинувшись. Я не знаю, если я смогу продемонстрировать. Я попробую. Они так не сидят. Это не... Есть, которые и так сидят. Это другой типаж. А этот сидит так. Они сидят вот так. Они смотрят сверху вниз. У них плечи расширены. У них подняты плечи. Смотрят на всех сверху вниз. Это... Есть такое понятие сфатагуф. Русский это язык тела. И там это очень хорошо проявляется во всем, так сказать, где как грудь выпирает, как плечи стоят, как руки движутся. Человек всем своим видом показывает о том, что он кто-то, что-то. Он выше других людей. Сидеть только откинувшись. Подниматься только очень медленно. Знаете, есть человек, если важные люди, они медленно поднимаются. Они поднимаются медленно. Так вот, знаете. Словно змея, поднимающаяся переднюю часть туловища. То есть, она сначала голова поднимается, потом это поднимается. Медленно это поднимается. И все равно. Будем говорить. Будет говорить, не скажем, человеком. Мы это бы встречали. Особенно есть Алим Хадашим, которые на базар пришли. Там сидят очень важные люди на базаре. И они видят, что они еще денег особо нет. Или у кого денег нет. Они с ними вообще не разговаривают. Там человек к ним обращаетесь, а он вообще делает вид, что вас не знает. Или еще какой-то пакин. Да, то есть, в банке сидите. Или еще где-то в таком месте. Иногда в них сидят важные люди. И вы с ними какими-то мелкими делами к ним суетесь. Так как вы иногда с мелкими делами, то они вообще на вас вообще внимания не обращают. Иногда вы встречаетесь с человеком, он с вами вообще не разговаривает. Не потому, что он молчаливый, и ему нечего сказать. Он не молчаливый, ему есть что сказать. Но не вам. Не вам. Потому что кто вы такой, вы все равно ничего не понимаете. Вы не разбираетесь. Вы не в курсе. А будут говорить только с уважаемыми людьми. Но и с ними короткими фразами. Как оракул. Ел только, чтобы было ясно, кто он и что он. Только показать. Чтобы оценили его. И в остальных действиях и движениях, то есть, в делах, еде, питье, в одевании и вообще во всем будет совершать все с величайшим трудом. как будто вся его плоть свинец, а его кости камень или песок. тяжелый, тяжелый, тяжелый. Я слышал недавно, что это слово стало частью русского языка. Тяжелый. Имеется в виду богатый. То есть, человек, нагруженный богатством. Тяжелый. И они, эти тяжелые, вы обратили внимание, они вот так и ходят. Очень так, очень медленно, такое, значительно. Каждое движение, видите, его плоть, как свинец, кости камень или песок в значительности показывают. Ну, это один тип. Это явный, такой экспрессивно выраженный тип гордеца. Его видно сразу. Самое странное, что из-за того, что его сразу видно, то во всем мире почитает его только один человек. он сам. А все остальные, так как это очень неприятно находиться в таком обществе, его никто не почитает. Хотя он считает, что, видите, он достоин восхваления. Но его хвалит один и сам. А все остальные ему просто, может быть, там еще как-то не показывают. Видно. Грозный, сильный, понятно. Но это один тип. Найдется еще гордец, который настолько, я извиняюсь, я перескочил, и найдется гордец, который посчитает, что поскольку он достоин восхвалений и обладает многими достоинствами, он должен внушать страх. Если он человек достойный, то все должны бояться. При этом внушать страх так, чтобы все дрожали перед ним. Чтобы все дрожали перед ним. Ведь не пристало ему, чтобы люди дерзнули говорить с ним и чего-либо простить у него. А если осмелится приблизиться к нему, то он отвечает жестко, приведет их в смятение своим голосом и дыханием уст лишит дары речи. Лицо его зло постоянно, лицо его зло постоянно, в любое время. Злой такой. не встречали. Вы с ним обращаетесь, он сразу как на высоких тонах. Ты что вообще ко мне говоришь? Кто ты такой? Что тебе надо? Вообще непонятно, что вы хотите от него. Я тебе ничего не говорю, что ты, какое право ты вообще имеешь открыть рот? И обратиться ко мне. Они раздражаются по любому поводу. Часто мы их находим в семье. Есть много таких мужей. Жена, как чего-то попросил, сразу разоржется. Что, она не понимает, что я важным делом занял? У него важное мужское дело, он проверяет свой имейл. И он только сконцентрировался понять, что ему написали, наконец-то получил один. А тут жена какими-то своими проблемами. Снова не купил, купил, не докупил, закупил. Не мешает. Криши. Жена не может подойти к мужу с проблемами. Почему? Это его сердить. Это его... Почему? Он важный. Как правило, эти мужья несчастные, потому что они не получают эту важность в глазах своей жены. Поэтому не добиваются этой силы. И жутко раздражает любовь. Дети раздражают. Жена на работе реже, потому что там хочет все-таки выглядеть достойно. А там подира сердись понимаешь. А с женой что угодно можно. С мамой на месте. Вообще как откроет рот, все скажет. Их не трогай. Они все время ходят с злым лицом таким, все время отвечают жестоко. Это другой тип. Но корень тот же. Та же самая гордость. Есть еще и другой гордец, который решит, что он настолько велик, настолько достоин, что достоинство уже неотделимо от него. и настолько он уже, что он в нем и не нуждается. Ему уже прошел все стадии. Уже зарекомендовал себя. Ему уже не надо себя показать. Он уже и так чувствует себя человеком достойным. И мне показывать это другим не надо. Я не буду ходить с важным видом. я не буду отвечать всем злобным своими речами. А там внутри, а чтобы показать это, буду вести себя подобно самому скромному. Но при этом без всякой меры демонстрировала великую свою униженность, бесконечное смирение. Валите все на меня. Я все вытерплю. Я человек скромный станет. Ну, как все анекдоты, которые уже есть так много, где человек, он вначале выхвальствует о том, я такой, я сякой, ему как-то укажут на это все-таки, смотри, все-таки не скромно, может быть, это признак какой-то гордыни. Он говорит, да, вы знаете, действительно, есть о чем поговорить, есть о чем подумать, возвращаясь через определенное время, и теперь он молчит. Говорит, ну, все, я уже стал скромным. Я стал скромным, и в этом типаже он хочет все время продемонстрировать, что он скромный. Он тут же всегда подойдет на последнее место. Он никогда не вперед, я же не буду в первые ряды гордецов ломиться. Я человек не гордый. я пойду я не приму это, я не подам, я не зайдет в дом, есть будете, вы попьете, не, не, что вы. Ну, это уже другой причин, это уже не от гордости, естественно, это идет от привычек, которые у нас есть. Мы привезли их с собой, о том, что мы не пришли поесть. Но, хотя, если нас сосадят за стол, то невозможно, что. мы сидим, не только, что нам подали, но и добавку еще попросим. Но, если просто так предложить, то откажемся. Культурные люди, мы же не пришли поесть. Но, участие это по причине, какое причине под названием Гава? Гава. Чуть-чуть высокомерие, это уже оно такое внутреннее показное. Внутреннее показное. Человек демонстрирует великую свою униженность, бесконечное смирение, готов принять любое мнение, но только, чтобы все увидели это. Он готов согласиться, но только, чтобы это знали, что он согласился. А сердце его между тем возносится в груди, говоря, я так возвышен. Ай-яй-яй-яй-яй. И почет мой стой велик. Какой я хороший человек. Какой я хороший человек. Посмотрите, бабушку перевел на другую улицу. Поднес ей какую кошелку, да, и то сделал. Я не гордец. Я могу даже убраться другим человеком. Я могу подмести. Я все сделаю. Поднесу. Но там внутри, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Там все просто распирает сердце. Распирает грудь такую, знаете, уже прям грудная клетка расходится. Какой я, какой я хороший, какой я. Я так возвышенный, почет мой столь велик, что я уже не нуждаюсь в нем. Мне осталось только отказаться от него, так как много его у меня. Все распирает. И при этом он пока как я. Нормально? Хорошо? Такой человек, он пойдет давать какую-то речь или урок давать. Он после этого обязательно должен подойти к кому-то. Нормально? Я что он ждет? Чтобы он его что сказал? Меньше было восхитительно. То есть меньше восхитительно. Это было я был просто порошон. Все, что ты сказал, я на месте упал. Ты мне открыл просто ты мне просто открыл новый свет. Что вы без себя делали? Представьте, что вы этому не скажете. Он выйдет оттуда просто прибитый. Вы его прибили. Незаверно что вы его похвалили. Только попробуйте сказать ему нормально все было. Что значит нормально? Если он уже идет говорить, если он уже идет, он зашел на трибуну, то шекет все молчат. Никто не должен говорить. Теперь я наконец-то говорю. Не просто так. Это все относится к качеству гордости. гордость какая? Это показная. Когда человек хочет показать это. Что мы видим? Это уже третий типаж. Снова напомним. Первый это который вообще во всех деяниях своих, в каждом движении показывает свою горделивость. Второй который горделиза выходит в том, что он на всех гавкает и на всех рычит. Третий это он скромный. Самый скромный такой есть. Но надо обязательно, чтобы все это видели. попробуй только это не заметить. Четвертый тип который есть. Найдет еще гордец который мечтает настолько отличить и отметить себя великими достоинствами и избрать свой особый единственный путь в этом, что мало ему всех восхвалений что есть в мире за добродетели которые он себе придумал. он хочет чтобы ему прибавили восхвалений еще и за то что он скромнейший скромных. Ну мы перескочили видите мы тут оказывается это выделено в отдельный типаж. Это тот пример который мы привели. Ему все похвалы какой ты умный какой ты красивый какой ты сильный какой ты мудрый это ему все уже не хватает. Это уже приелось он уже не на том уровне. ему нужно самое основное то самое похвалы которое в той точке где не хватает больше всего хочется. Что ему больше всего хочется? Ему хочется показать всем какой он смиренный скромный какой он невысокомерный за это ему хочется чтобы хвалил. Он хочет чтобы мы прибавили восхваления еще и за то что он скромнейший и скромный таким образом он горд своей скромностью и хочет почета за то что делает вид будто его избегает. Это надо прочесть еще один раз. Таким образом он горд своей скромностью то он горд за то что он не горд то есть он гордится тем что он не гордый он хороший человек только хорошего своей жизни всегда все делал он самый скромный и хочет подчета за то что делает вид будто его избегает такой поставит себя ниже тех кто намного меньше его и ниже презираемых в народе так как думает что этим он показывает свою абсолютную скромность ну в наше время мы уже говорили нет разделения на глупцов и мудрецов понятие либерализма демократии всех смешал сейчас все одинаковые нельзя нету такого поэтому если раньше всегда были какие-то разделения на кто-то там внизу изначально кто-то наверху есть какие-то там профессора есть какие-то там водопроводчики сейчас всех перемешали в одну кучу и в принципе когда спрашивают мнение людей то их в одну шеренгу ставят дают одинаковый приблизительно уровень мнение ваше интересно ваше мнение такое же тоже интересно один сказал второй сказал разницы особенно нету потому что вообще в мире разницы никакой нету смысла нет ни в чем поэтому тяжело нам привести пример чтобы показать куда ниже себя человек может загнать но давайте предположим что есть такие люди которые считаются как бы внизу структуры я знаю социальный случай люди люди неудачники бедные ну кто это может быть в теории бедный бедный больной и неум предположим да да и собрать все что теперь что он захочет показать себя что он еще ниже этого и тем самым хочет чтобы его теперь похвалили о том что он даже даже ниже таких людей даже ниже таких людей прямо под них просто под под них подстраивается под них подстраивается он не захочет никаких титулов и званий откажется от любых знаков величия кстати говоря сколько заметим о том что признак наших мудрецов и истинных людей истинно скромных и неграждаливых это оно вроде похоже но только только это открыто перед творцом только творец знает что тут дальше написано он действительно избегает титулов и званий отказывается от любых знаков величия сказывает однажды один из величайших еврейских мудрецов рабяки в игр и тоже один из величайших раба немец они приехали в одно из городов городов Польши и по тем временам они на телеге они приехали туда по обычаям принятым у евреев когда какие-то большие мудрецы приезжают в город то практически все выходят их встретить и огромная толпа евреев вышла встретить двух величайших мудрецов еврейского народа и когда приблизилась телега то все настолько были что они выпрыгли лошадей сами запрыглись в эту телегу и потащили эту телегу на каком-то этапе кто-то обращает а где раба ним там в телеге никто не сидит они не заметили о том что что они сделали они спустились из телеги и тоже стали тянуть вместе со всеми они не хотели этой почести не хотели этого всего им это не нужно но только тот кто тот кому открыто сердце человека знает что у него там внутри кому это действительно не надо и деяния такие они настоящие истинные исходят с глубины его сердца то ли это показное то ли там сердце что там написано как тут сказано он не захочет никаких титулов и званий не зовите меня раввинов откажется от любых знаков величия не садите меня на первые ряды а сердце его говорит груди не найти подобного мне в мудрости и скромности на всей земле я самый я основной темпуальный главный однако подобным гордецам хотя они изображают себя внешне скромными не избежать ловушек без всякого намерения с их стороны их гордыня прорвется словно пламя меж глиняных черепков как говорили об этом мудрецы Медвараба о притче о доме полном соломы в стенах которого были дыры и они забивались в них со временем солома стала вылезать наружу и все узнали что ею полон дом то есть был дом смотрите это интересная притча и хозяева этого дома говорили у меня дом у меня амбар вы не представляете он переполнен золотом бриллиантами там ценности есть ну и все думали вау дом особый а что в том доме было сено так вот сено обладаем свойством о том что если только чуть-чуть щелочка какая-то приоткрылась раз это солома и вылезла так и произошло тут что в этом доме где думали что есть золотые бриллианты и через щелки что вдруг стала просовываться солома и что прояснился что внутри так и человек так и здесь эти люди не смогут постоянно скрывать свою суть даже те которые два вторых типажа которые мы разобрали которые скрывают все это не два один последний первые три они показывают это явно очевидно очень тяжело находиться в обществе этих людей но четвертый тип он скрытый вообще непонятно невинно кто он что проявится эти люди не смогут постоянно скрывать свою суть и их дурные мысли проявятся в поступках даже если во всем что они делают они демонстрируют ненужное смирение лжевой униженности человек неизбежно проявляется можно конечно дурить одного человека много времени много-немного времени дурить многих людей но никогда не получится нам обдурить всех все время неизбежно высокомерие человека в той или иной форме оно обязательно проявится давайте только чтобы мы успели завершить эту тему только попробуем пройти до конца того что нам пишет Рамхаль найдутся еще и такие гордыни которых остается похоронено в сердце и не проявляется в поступках ну это уже чуть-чуть ближе к нам по-видиму может быть и не к нам это то что страдает все то есть ни в чем не проявится действительно ни в чем не проявится но они думают о себе что они великие мудрецы знающие истинный смысл вещей и лишь немногие равны им в мудрости поэтому они не обращают внимания на чужие слова уверены что все что является сложным для их понимания не может быть простым и для других что вы понимаете я конечно могу вам сказать но шансы что вы поймете немного такого человека кто-то в общем меня никто не понимает вы встречались с такими людьми которых которых никто не понимает и они речь идет про 15-летних 15-летних никто не понимает по той причине которую мы уже тут упоминали но иногда они вырастают им уже 25 им 35 уже 45 каждый человек может проверить свою инфантильность его уровень согласно простому принципу там внутри вы еще ходите с ощущением что вас никто не понимает вы одни разбираетесь одни понимаете а вас никто не понимает нехорошо поэтому они не обращают внимания на чужие слова кто-то вообще что-то понимает что я пойду на какую-то лекцию есть люди которые никогда никакой совет ни у кого не спросят сколько раз они уже доходят до конца практически муж и жена уже добили друг друга жена уже поняла что надо может быть надо обратиться к третьему лицу может быть кто-то поможет муж ни в какую кто-то вообще понимает на прочти книгу я напишу лучше гордецы у них не важно какую мысль они 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 все читают они будут читать о боге они они только хотят раскусить методику изложения они вообще никогда никогда не будут искать истину люди несчастны они будут всегда только искать кто что а потом в конце добавить что он думает поэтому они не обращают внимания на чужие слова они никогда захотят учиться гордец никогда ничему не обучится он сам знает как налитый стакан туда невозможно ничего налить уверенный что все что является сложным для их понимания не может быть простыми для других и наоборот если он уже это понял то все должны тут же на месте понять что не понимаешь сам он сидел целую неделю это решал наконец-то он решил наконец-то дошло до него наконец-то он уже понял после того как он пятый раз это объяснил другому и когда он кого-то говорит ну-ну-ну реши ну на месте ну это легко ну попробуй попробуй а тот что подсказывает им их разум настолько ясно и очевидно в их глазах что они не придают значения мнениям отличаются от их собственных вы слышите почему-то время не так быстро летит отсюда только начать наше занятие это наконец-то подобрались как положено то есть у них есть свое мнение оно ясно абсолютно что это мнение какое правильное истинное и другого не может быть причем это настолько ясно очевидно что не требует доказательств что не понимаешь говорит жена мужу муж своему другу друг другу человечеству или еще кому-нибудь наши мысли они всегда кажутся очень убедительными знаете аргументы которые у нас есть они в принципе должны как человек ходит вот я же столько им скажу и все изменится вся проблема что они не дали мне там говорить это человек с этим ходит помню когда приехали из Советского Союза то там было много проблем еще с тем Советским Союзом и как туда везти и как какая политика должна быть и почему там не выпускает как выпускает помню там среди ребят надо быть там было какое-то конференция на эту тему ощущение было такое что вот только надо сказать я сейчас скажу и все изменится вся проблема что они просто меня не выслушали а если бы выслушали то все было бы нормально все бы изменилось они 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 не придают значения никакому мнению отличающихся от их собственных почему потому что их мнение оно разумно оно ясно в отличие от всех остальных они не примут ни от кого даже если оно исходит от великих мудрецов древних или современных ни от кого на одно из занятий упомянул Гаона из Вильна так один сидел там сидит говорит Гаон говорит я тоже Гаон я тоже гений я такой гений другой гений и нет у них сомнения в собственных суждениях смотрите высокомерие гордыня это болезнь которая обходится обществу всему человечеству в триллионы в триллионы в триллионы долларов надо просто знать что практически все проблемы человечества крутится вокруг гордыни то что я скажу время немало но это очень-очень фундаментально основно в чем вся проблема основная проблема когда человек говорит мысль когда он хочет чего-то добиться он делает какое-то деяние он настаивает на чем-то какая причина всего этого я буду голосовать за такую партию у меня такое мнение по этому такому вопросу откуда все это исходит знаете где вся основная проблема не потому что человек не должен иметь свое мнение он должен иметь свое мнение вся проблема что единственный мотив поступка человека и порой его мысли это его высокомерие в чем во-первых чтобы услышали что у меня есть мнение во-вторых чтобы оно произошло впечатление третье чтобы меня считали человеком умным разумным влиятельным достойным кем-то и чем-то это никогда не относится к сути он вам может доказать о том что правые правы а потом с тем же успехом будет доказывать что левые правы главное чтобы ему дали микрофон и он будет всех убеждать у них будут аргументы очень убедительные и в ту и в другую сторону и примеров достаточно в этом мире другими словами у человека нет ничего по сути по сути нету не доходят мнение человека предвзято переходник этот заполнен разум есть но там заполнен изнутри кто этим разумом манипулирует высокомение полностью манипулирует разум и направляя его давать ответы где всего лишь на все даст ему ощущение я кто-то я что-то я я человек необыкновенный я человек достойный все вокруг в том ты проделаешь что все вокруг этого вертится и это 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 болезнь человечества из-за которого все войны недоразумения это упало в экономике это поднялось в экономике мы движем и только чтобы все увидели что я крутой это а для чего тебе вот то что ты все делаешь для чего ну чтобы все видели чтобы все знали чтобы добился ну и что дальше а что дальше нет ничего дальше это слепое чувство слепое слепое чувство желание быть кем-то чем-то на всех смотреть сверху вниз что человек хочет в первую очередь забрался он на бугорок что теперь хочет плюнуть вниз вообще хочется кого-то обозвать сразу чувствовать себя нормально все вокруг кто глупцы есть еще много других слов синонимы и пошел чувствовать себя хорошо нормально он кем-то на уровне все вокруг этого вертится это есть гаова это есть гаова это есть гаова вот это порождение только закончим что нам говорит Люцата вот это порождение городыни отбрасывающие разум назад и углупляющие даже мудрых лишающих сердца величайших из них и даже ученики которые уже не трудились еще не трудились достаточно едва приоткрыв глаза уже считают себя равными мудрым из мудрых не успели прийти вешиву только после того как прошли три первые строчки они уже есть мнение по этому поводу уже все разбираются уже все стало ясно и понятно обо всем этом сказано омерзителем господу всякий гордый сердцем это то что сказано в притчах Соломона омерзительным господу всякий гордый сердцем и от всего этого должен избавиться каждый кто стремится к чистоте он должен осознать и понять что гордыня это просто слепота когда разум человека не видит своих недостатков и не знает своей ничтожности ведь человек обладающий этим высокомерием это самый несчастный человек все вокруг него видят это а он один единственный который себя не видит и не замечает как он ведет просто слепец если бы он мог бы увидеть если бы только знал истину то бежал бы от этих дурных и пагубных вещей как можно дальше мы еще поговорим об этом с Божьей помощью когда дойдем до качества смирения которое из-за великой трудности его достижения поставлено в конце слов Раби Пинхаса Бен Яйра то есть мы найдем с вами когда-то до главы где будет смирение понятие это разбираться там это подробнее мы будем это обсуждать а пока единственное что время наше закончилось к сожалению и мы остановимся тут хотя эту тему мы явно не исчерпали нам осталось выяснить по крайней мере необходимый вопрос так что человек должен себя настолько принесить он уже действительно никто и ничто или все-таки человек это хоть чуть-чуть звучит гордо ну взрата шеем на эту тему мы продолжим в следующий раз всего доброго привет из Руссалина 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 Руссалина